Друзья, от лица компании «Сингента», ведущего сельхозпроизводителя химических средств защиты растений, поприветствовать вас на сегодняшнем 20 лет. Могу так раз сказать, что доля компании в Российской Федерации сегодня занимает 25%. Это говорит, наверное, о высоком интересе наших аграрий, применению технологий, продуктов нашей организации. Если коснуться темы сегодняшней о снижении себестоимости, то мы все-таки рекомендуем сельхозпроизводителям экономить деньги не на входе, закупая качественные семенной материалы, минеральные удобрения, химические средства защиты растений. Все-таки считать их на выходе при получении планов выраженности и качества. О качестве сегодня особенно много говорится, потому что доля третьего класса, если говорить о мягкой пшенице, с 2012 года снизилась с 52% до 23%. И основной регион, не получая третий класс, это сегодня Сибирь. На юге мы, к сожалению, получаем четвертый класс, в основном и доля в Российской Федерации порядка 46%. А фураж мы выращиваем в центральном регионе. Это как раз по данным федерального агентства оценки качества зерна, который промониторит 42 миллион тонн зерновых культур в 2018 году. И все-таки мы предлагаем использовать инновационные технологии производства сельхозкультуры, в частности, интегрированной системой защиты, потому что необходимо повышать качество продукции. И вчера на круглом столе как раз показывали схему защиты и говорил о тех важнейших шагах, которые необходимо делать в эту сторону. В первую очередь, это обязательно протравленные СМР высокоинтенсивными продуктами, сектофоргицидными протравителями. Обязательно работать профилактически в фазу опущения выхода в трубку вместе с гербицидами по листовым, листостебельным болезням. И обязательно работать профилактически по колосам, потому что такие болезни, как пузырёвоз колоса, когда вы их уже диагностируете в поле, работать и бороться с ними уже бесполезно. Но в своей презентации я не буду касаться, наверное, столь серьезных тем, как предыдущий спикер, я немножко хотел бы начать, наверное, с небольшого отрывка из художественного фильма 70-х 20-х годов, когда наши аграрии мечтали о будущем сельского хозяйства, которое сегодня практически уже приходит к нам. Сегодня, где будет просто. Ну расскажите, как это будет без ракториста, без горючего? А? Представь себе! Вон там идет трактор, а в нем никого нет. Только он будет совсем не похож на твой. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо, да. Ну и компания «Сингента» сегодня устраивает сельхозпредприятиями стратегические прямые отношения. Мы предлагаем не только наши продукты и технологии, но и оказываем ряд сервисов, и лабораторные, и полевые, ну и в том числе помогаем сельхозпредприятиям в таком плане, как реализация сельхозпредприятий на мировом рынке, на мировых биржах, страхуем посевы и прочее. И вот три программы, которые сегодня предлагаем сельхозпредприятиям Российской Федерации – «Агриклайм», «Зора» и «Скаутинг». Они направлены в основном на работу с крупными холдингами, с невояльными клиентами, те, которые сегодня воспринимают пока в штыки инновационные технологии по производству. Ну и средний сегмент, к которому мы относим фермеров, мелкие хозяйства, которым сегодня, к сожалению, уделяют не так много внимания, как и делают. Вот программа «Агриклайм» – это достаточно новая программа, которая сегодня позволяет снизить риски сельхозпредприятий в нейтрализации при наступлении таких случаев, как засуха, мороз, жара. То есть, грубо говоря, это страхование, по сути дела, страхование. То есть, например, в 2018 году мы пилотировали проект «Агрокомплекс» Краснодарского окрая, где на площади 5800 гектаров они купили наши семена кукурузы и гербицид на 36 миллионов. И при наступлении страхового случая, весенние засухи, мы выплатили 35% от стоимости этих затрат, то есть 12 миллионов, извините, не получили компенсацию напрямую от компании сегмента. Всего по России было пилотировано несколько проектов, и сумма всех выплат составила 205 миллионов рублей. И вот на 2019 год мы уже имеем порядка 200 заявок на участие в эту программу, 90 из них – регион Юг. То есть, эта программа сегодня помогает всех госпредприятиям при наступлении страхового случая снизить свои затраты определенные и себестоимость производства. Ну, так скажем, снизить ухудшенную выгоду. Следующая программа – это программа «Зора». В данном случае она эксклюзивная, только для Российской Федерации предоставляется, направлена на помощь всех госпроизводителям в сокращении рыночных рисков. Здесь нам больше, наверное, интересно будет тем хозяйствам, которые занимаются экспортом, понимают, что такое внешнеэкономический контракт, торговлю зерном на бирже. Непосредственно суть программы в том, что мы фиксируем в начале весны стоимость зерна в долларах, ну, евро, вернее, по французской бирже «Мотив», и фиксируем курс доллара в рублях. А после уборки урожая, до 1 декабря, когда сельхозпредприятия начинают реализовать свою продукцию, и если цена падает ниже, зафиксирована, или курс доллара растет, мы точно так же выплачиваем эту разницу. Ну, и следующая интересная очень программа, цепровизация, которой сегодня уделяется очень большое внимание. Вы знаете, что в сельском хозяйстве очень много аспектов применения. Это и система телематики, контроль уровня топлива, это и автоматическое вождение и управление оборудованием, спутниковый мониторинг, погодное прогнозирование и прогнозирование заболеваний, электронные дневники агрономов, умное орошение, системы управления животноводства, системы управления хозяйством, то есть это сегодня все очень актуально для сельхоз, для агропромышленного комплекса, и цифровизация позволяет использовать эти ресурсы для оптимизации своих затрат. И вот, в частности, цифровая агрономия, это то направление, которое нас очень интересует. Мы сегодня предлагаем сельхозпредприятиям программу скаутинга, которая позволяет всегда масштабировать, в первую очередь, то есть максимально полно делать обзор состояния своих болей, то есть непосредственно у каждого агронома, руководителя хозяйства, собственника бизнеса на планшет закачанная программа, в которой он ежедневно видит ситуацию на полях, и которая позволяет ему, так скажем, составлять рейтинг и приоритеты полей, которые необходимо посетить и сделать обследование, прогнозировать развитие рисков болезней и повреждения вредителями, ну и делать отчеты о полевых объездах прямо с поля и рекомендовать определенные технологии по защите. В 2018 году у нас было применено порядка на 100 тысяч гектар в России эта программа, и вот на 2019 год программа уже расширилась до 2 миллионов гектар. Основные модули этой программы, это в первую очередь, конечно, спутниковый мониторинг на основе NDVI, это прогнозирование заболеваний в полях с помощью установленных метеостанций и обследование полей благодаря специалистам, как хозяйств, так и компании «Сингента». Если говорить о применении цифрового сервиса непосредственно в предприятиях, то, я еще раз повторюсь, мониторинг с картами NDVI, которые закачаны на планшет, и информация поступает со спутников ежедневно, это прогнозирование заболеваний и получение оповещения системы при рисках заражения. То есть агроному уже сегодня не нужно объезжать все поля, ему достаточно смотреть на эту карту, и при изменении цвета на определенном поле он может подъехать и непосредственно централизованно уже обследовать этот участок, и выявить, что там за проблема, либо это питание, либо это повреждение болезнями, вредителями и прочее. Ну и дистанционная техническая поддержка агрономов, экспертами компании «Сингента» в данном случае обеспечена. То есть у нас выделено порядка 100 сотрудников, которые будут оказывать непосредственно полевое сопровождение этим продуктам. Они обладают достаточно высокой квалификацией и постоянно, во-первых, обучают специалистов хозяйств этим всем инновационным технологиям, ну и сам, собственно говоря, повышают свой технический уровень. Ну и, в принципе, на это все, что я хотел рассказать, наверное, о тех технологиях, которые сегодня «Сингенты» предлагают аграриям Российской Федерации. Есть бесплатный телефон, по которому можно позвонить и получить информацию по любому из продуктов, ну и не только. Спасибо. Спасибо. Скажите, а вот, поскольку это часть сопровождения, да, и вот эти возможности, это часть системного подхода, есть какие-то, может быть, скидки, например, для тех, кто, ну и какие-то программы о лояльности, для тех, кто там пользуется одним продуктом «Сингенты», а сейчас хочется его возьмать, например, цифровые решения. Да, конечно. У нас есть такая программа, которая называется «Аграбонус», и покупки наших продуктов начисляются определенные баллы, и за эти баллы сегодня хозяйство может приобрести достаточно широкий ассортимент необходимого оборудования, сельскохозяйственного, в том числе и в перспективе планирования данной программы. Это, конечно, системный будет подход для каждого агрария, начиная отделка от фермера, заканчивая меньшее. Спасибо, спасибо, друзья. Есть вопросы? Нет, да? Хорошо.